Сегодня мы расскажем любопытные факты о Турции, о которых можно узнать лишь в процессе жизни здесь и постоянного контакта с местным населением. Некоторые факты нас самих удивляли, когда мы с ними сталкивались в процессе взаимодействия со страной. Да, и что скрывать, до сих пор удивляет. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Будет интересно. Первый факт. Здесь принято разуваться прямо перед входом в дом. Поэтому у каждой квартиры настоящий обувной магазин. Что любопытно, обувь никто не крадет. С этим моментом мы впервые столкнулись при самом первом просмотре квартиры, когда только приехали в Турцию. Когда турок разулся прямо в парадной перед входом в квартиру. Мы тогда сделали то же самое, но мысль, а вдруг утащат нашу обувь, нас, конечно, не оставлял. Да, и при посещении мечети все обувь оставляют прямо перед входом. А мы приходим со своим мешком и носим ее с собой. К этому мы привыкнуть никак не можем. А ходить и думать как-то моей New Balance очень неохота. Факт номер два. Турецкая кухня слишком вкусная. Нельзя просто взять и перестать есть, поэтому приходится много гулять. Как это видно по Вове, да и по мне уже тоже остановиться очень сложно. Готовят здесь все прекрасно, и мужчины, и женщины. Третий факт. Невозможно представить себе день без стаканчика чая. Да ладно, что уж там, даже без чайника. Даже сомнительные поклонники чаев будут тут его пить 3, а то и 4 раза в день. Причем пить чай принято не только после еды или во время ее, а даже просто так. И Вова даже научился его готовить, так как весь секрет на самом деле не в самом чае, а в способе его приготовления. Факт номер четыре. Мужчины постоянно называют друг друга канка. Это значит что-то вроде бро. А еще очень часто употребляют слово бэй. Вова бэй, осман бэй, султан бэй. Что значит господин? Турки очень любят употреблять очень полезное слово очень. Очень и красиво, очень и хорошо. Чок гузель, чок ии. Факт номер шесть. Самое распространенное слово в языке это гузель. Это универсальное слово. Оно значит и хорошо, и вкусно, и красиво. И девушка гузель, и погода гузель, и пахлава гузель, и все вообще гузель. Седьмой факт. В турецком языке нет разделения на он и она. То есть изначально нет вообще никаких именитилов. Вопрос о повесточке здесь вообще не стоит. Потому что на корне виле. Факт номер восемь. Куда бы ты ни пошел, ты увидишь там портрет отца турецкого народа, а то тюрка. Девятый факт. Со временем привыкаешь воспринимать йогурт не как десерт, а как нормальное дополнение к еде. В любой и даже супу. И турки утверждают, что именно они придумали его около полутора тысяч лет назад. Нет. Факт номер десять. Постепенно привыкаешь к звукам азана. Призыва к молитве. И эта музыка из мечети перестает будить тебя по ночам. Одиннадцатый факт. Вместо окей здесь все говорят тамам. Факт номер двенадцать. Во всех домах, помещениях и даже на зданиях и машинах висит турецкий флаг. Тринадцатый факт. При встрече ты всех обнимаешь три раза и прикасаешься к щекам, имитируя чмок. И то же самое при прощании. Факт номер четырнадцать. Оливки, яичница и йогурт – это стандартный завтрак любого нищеброда. Пятнадцатый факт. В турецком языке есть необычное выражение «пить сигарету». Глагол «ичмек» означает и пить, и курить одновременно. Потому что отдельного слова, обозначающего «курить», в турецком языке попросту нет. Так что фраза «пойдем, попьем» будет для тебя загадкой. Получишь ты стакан воды или кальян. Факт номер шестнадцать. Алкоголь в стране хоть и не запрещен, но достаточно дорогой, что выпить с друзьями по баночке пива нередко выходит в кругленькую сумму. Семнадцатый факт. Вся эта пахлава, кюмефе и прочие рахат лукумы тоже очень дорогие. Факт номер восемнадцать. В русском языке очень много общих слов. Душ, диван, шапка, ваза, билет, чек, чай. А есть одинаково звучащие слова, но с разными значениями. Баба по-турецки значит «отец». Бардак – стакан. Баян – женщина. Кабак – тыква. Кирпич – солома, кулак – ухо, табак – тарелка и сарай – это дворец. А баран – это вполне обычное и ничуть не смешное мужское имя. Девятнадцатый факт. В турецком языке есть классное слово «назлмэк». В русском языке нет аналога, но оно означает притворяться безразличным, когда на самом деле тебя что-то сильно волнует. Говорить «нет», а очень желать сказать «да». Вот такие вот страсти. Факт номер двадцать. Вытерев руки мокрой салфеткой, турки могут вытирать ей же обувь, стол, а затем этой же салфеткой все, что попадется им на глаза. Факт двадцать один. Любимое времяпрепровождение турков – это играть в нарды, попивая чаек. Так могут проходить часы. Гуляя по городу, можно встретить множество столиков, за которыми сидят местные, пьют чай и играют в нарды. Факт двадцать два. Любой иностранец, знающий хоть пол слова по-турецки, тут же вызывает умиление и радость. Одного «мерхаба», то есть «здравствуйте», достаточно, чтобы тебе весь день улыбались и при дальнейших встречах радовались и махали, как старому знакомому. Испытано нами, между прочим. Вообще киностанцам здесь относятся трепетно и всегда стараются помочь. Факт двадцать три. Курды – народность, проживающая в восточной Турции. Родом частенько из горных и малодоступных районов страны. Вызывают здесь неприязнь, хотя и скрытую. А также сирийцы не вызывают к себе расположение турков из-за их ортодоксальности. Факт двадцать четыре. Внешние турки очень сильно отличаются друг от друга. От темных брюнетов со смуглой кожей, как мы привыкли их представлять, до светловолосых блондинов, которых даже сами турки частенько принимают за европейцев. Факт двадцать пять. Особый предмет мужской гордости поколения старше сорока пяти лет – это усы. Как только мужчина этого возраста начинает покрываться сединой, сразу отращивает себе какие-нибудь эдакие усища и считается красавчиком. Факт двадцать шесть. Нет табу на мат. С легкостью можно услышать мат, и это у них нормально. Двадцать седьмой факт. Турки самокритичны и обладают хорошим чувством юмора. Причем, чем чернее и саркастичнее шутка, тем больше она ценится. Вообще, в Турции рулит черный юмор, с которым мы не раз сталкивались. Как раз это нас совсем и не смущает, так как атмосфера психиатрических больниц, в которых мы проработали много лет, пропитана черным юмором. Так что черный юмор – наш конек. Факт двадцать восемь. Турки крайне гордятся своим гостеприимством, и любого путешественника здесь запросто могут пригласить в гости хотя бы попить чайку. Нас вот недавно, к примеру, в Копи-центре незнакомый турок угостил свежеиспеченными пышками. Вначале мы удивлялись и испытывали неловкость за предоставленные нам угощения ни с того ни с сего, а сейчас уминаем за обе щеки. Факт двадцать девятый. Практически все мужчины курят, и большинство женщин тоже с сигаретами. И даже те, кто носит паранжу. Здесь развита культура курения. Кальяны тут повсеместны. Факт номер тридцать. В небольших городах и в традиционных семьях в туалете по-прежнему предпочитают вместо туалетной бумаги использовать воду. Факт тридцать один. Большая часть женщин не покрывает голову. Но в последнее время среди молодежи появилась мода на платки, которая никак не связана с религией. При этом под платок кладется еще один легкий и пышный платок, что создает эффект огромной головы. Это считается красивым. Такая вот мода. Факт тридцать два. В Стамбуле можно встретить чистильщиков обуви. Причем это не туристический аттракцион. Тридцать три. На улице приморских городов, особенно к вечеру, всегда вылазят продавцы в мидии в лоточках. Ну что, были знакомы какие-нибудь из перечисленных деталей жизни в Турции? Напиши об этом в комментариях. А еще подписывайся на канал, ставь лайки, если видео тебе понравилось. А также можешь в комментариях написать темы, которые хочешь, чтобы мы осветили. Всем до свидания. Всем пока.